Выдвинутая президентом США на посты главы управления финансового контроля Сауле Умарова, выпускница средней школы Уральска. Сейчас за жизнью 54-летней женщины пристально следят ведущие СМИ мира, ведь под ее надзором находятся все американские банки, включая иностранные. Наши корреспонденты узнали о школьных годах именитой американки. Отметим, что Сауле Умарова жила на проспекте имени Ленина. Сейчас он носит имя Нурсултана Назарбаева. Девочка ходила в обычную школу в центре Уральска. Нынешний директор учебного заведения говорит, что занятия с будущим профессором Корнельского университета проводили лучшие педагоги школы. Среди них Михаил Фролов и Елизавета Егорова. За 50 лет 21-й школы мы выпустили только 30 медалистов. Вот среди них у нас Саумерова Сауле. Училась она в 10-м классе. В классе было 30 детей. Обучение очень на высоком уровне было у этой девочки. Воспитывалась она в интеллигентной семье. Мама – врач. Заведовала методической службой нашей клиники. Тут диспансер. Сауле у нас была членом ВЛКСМ. Это фото сделано в 9-м классе. Виталий Мазуренко говорит, что его одноклассница Сауле Умарова всегда была очень общительной и могла прийти на помощь в трудную минуту. Девочка – отличница, очень общительная, замечательная. Мы как-то… Отличники очень хорошо общались. Независимо, какой ты двоечник, троечник или ударник. Ну, двоечников у нас не было, конечно, в школах. Вот. Общались все. Отличники помогали, так скажем, немножко отстающим. Ну, девушка была хорошая. Стоит отметить, что после школы Сауле Умарова закончил Московский государственный университет, где получала ленинскую стипендию. В США она переехала жить в 1991 году. И теперь комсомолка и спортсменка может занять очень высокий пост. 21-я школа гордится своими выпускниками. Здесь бережно хранят все документы, связанные с их обучением. Роман Копняев, Эбула Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42.